В столице региона сегодня стоялись масштабные антитеррористические учения. В них приняли участие более ста человек. Это сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, Следственного комитета, а также представители органов власти. По легенде, группа террористов захватила здание одного из образовательных заведений Наринмара. Репортаж Тимофея Жукова. Командно-штабные учения по пресечению террористического акта прошли при координации оперативного штаба по противодействию терроризму в Ненецком округе. В период подготовки к проведению Дня знаний и Единого дня голосования силовиками отрабатывались задачи по обеспечению безопасности предстоящих мероприятий. На территории города Наринмар с 27 по 29 августа 2018 года проведены командно-штабные учения на одном из объектов образования. В ходе первого этапа учений проведены мероприятия по оценке антитеррористической защищенности ряда объектов образования. На втором и третьем этапе непосредственно сегодня прошли практические учения готовности группировки сил и средств оперативного штаба. Учения показали, что группировки сил и средств оперативного штаба в Ненецком округе, куда входит управление Росгвардии, ОМВД, Федеральная служба безопасности МЧС, Федеральная служба охраны и другие структуры, готова к локализации любых угроз безопасности, которые могут возникнуть на территории Ненецком округа. Учения прошли успешно. Кроме того, силовики оценили эффективность системы мер антитеррористической защищенности объектов образования, решали с поставленной в ходе учения задачи ситуационного реагирования в экстремальных условиях. По легенде учения, группа террористов захватила здание одного из образовательных учреждений города Наринмара. В режиме реального времени межведомственной группировкой сил и средств госорганов условные на практике были отработаны отдельные элементы контртеррористической операции по нейтрализации условных террористов и освобождению заложников. Четкая слаженность и взаимодействие структур по обезврежению террористов позволило оперативно ликвидировать условную угрозу, а ее последствия минимизировать. Благодаря рекомендациям Национального антитеррористического комитета сотрудникам силовых ведомств удается поддерживать на должном уровне взаимопонимание, умение оперативно действовать в составе одной команды, эффективно решать поставленные задачи. Тимофей Жуков, Вадим Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал Север.